Депутаты Государственного собрания региона согласовали кандидатуру Камиля Кашаевой на должность прокурора республики. Решение принято на прошедшем сегодня в неочередном заседании парламента, в работе которого принял участие руководитель региона Ради Хабиров. В органах прокуратуры Камиль Кашаев почти 25 лет. Прошел путь от помощника районного прокурора до заместителя начальника главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России, начальника управления гособвинителей. Весь свой опыт и знания Камиль Кашаев, по его словам, направит на создание комфортных условий проживания в республике. Я нацелен на конструктивное и плодотворное сотрудничество с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Оказание им всемирной поддержки для защиты прав и свобод граждан республики. Основной упор сделать на борьбу с коррупцией, на вопросы о законности и эффективности расходами бюджетных средств, на соблюдении трудового законодательства, это высвоебрение выплаты заработной платы. Обратить внимание на миграционную политику, на факты разжигания экстремизма, на проблему обманутых дольщиков. На этом же заседании депутаты Курултая проголосовали за назначение председателем контрольно-счетной палаты Башкортостана Константина Шигимуратова. Деятельность региональной палаты будет строиться в соответствии со стратегией развития счетной палаты России, основной постулат которой – справедливость, заявил новый глава ведомства. Эффективность важна, но важнее всего справедливость как высшая точка эффективности. Именно справедливость лучшим образом отражает цель деятельности контрольно-счетной палаты. Справедливое, то есть законное, объективное, независимое проведение проверки, справедливая оценка ситуации, справедливое решение. Деятельность палаты и впредь будет направлена на устранение возможности злоупотреблений, нецелевого и неэффективного использования ресурсов. Также депутаты заслушали отчет министра внутренних дел по Башкортостану Романа Деева о состоянии правопорядка в республике, результатах работы министерства за 2018 год и текущих задачах. Продолжение следует...